Мне было 17, я забеременела. Было решено, что я поеду на аборт в Англию. Там что-то пошло не так, потому что я проснулась до окончания операции. Хотела слезть с операционного стола, они сказали нет-нет, снова уложили меня. Мне кажется, они спешили. Потому что через день, когда я выписывалась, у меня все болело. А когда я села в самолет, у меня началось страшное кровотечение с большим количеством сгустков. Мне было без малого 44 года. Я поговорила с мужем, мы решили, что для нашей семьи, наших четверых детей, самым верным решением будет прервать беременность. Это тяжелое решение, особенно на Мальте, где невозможно никому об этом рассказать. Вы должны держать эту историю в секрете, как если бы совершили что-то плохое. Эти женщины просили не только не показывать их лиц, но и изменить голоса. На Мальте запрещено прерывание беременности по любым причинам и показаниям. За аборт предусмотрено от 18 месяцев до полутора лет тюрьмы, даже в случае изнасилования. На тему прерывания беременности на Мальте наложено табу. При подготовке программы я потратила кучу времени на то, чтобы найти и убедить кого-нибудь поговорить со мной об абортах. Особенно меня интересовали те представители общества, которые согласны с необходимостью отменить действующий запрет. Такие на Мальте есть. Они активны в соцсетях, но боятся разоблачения и не общаются с журналистами. Поль Винченти из другого лагеря. Этот бизнесмен – ведущий активист фонда «Дар жизни». Для меня, как и для большинства жителей Мальты, жизнь начинается с момента зачатия. Для нас просто немыслима идея убийства человеческого существа только потому, что его появление на свет может быть желательным или нежелательным. Мы – активисты, выступающие за жизнь, а не против абортов. Нельзя убивать ребенка, нужно поддерживать мать, которая оказалась, возможно, в сложной ситуации. В этом островном государстве с почти полумиллионным населением – настоящий культ материнства. Этот центр, организованный при поддержке Министерства образования, помогает несовершеннолетним матерям. Полсотни девушек в возрасте от 12 до 18 лет пользуются льготами во время беременности и после родов. Наша программа, прежде всего, помогает формированию сознательного отношения к их роли молодых матерей, но не только. Мы напоминаем девушкам, что они еще должны учиться, состояться как женщины, как партнеры, в паре или в семье. Дебора Бартулу преподает в центре уже 5 лет. Мы прошли с моими подопечными программу, которая доказала – мы сильные существа. Я верю в то, что на свет должна появиться каждая зародившаяся жизнь, и каждая жизнь должна цениться. Если девушка ищет помощи и понимания, она их у нас найдет и справится. Однако не все хотят или могут мыслить таким образом. Нежелательная беременность часто приводит жительниц Мальты в зарубежные клиники. Главным образом – на Сицилии или в Великобритании. Подпольных абортов на Мальте нет, за них никто не хочет браться. Медики знают, что за подобные операции им грозит 4 года тюрьмы. В медицинских кругах тема прерывания беременности замалчивается. Эта доктор согласилась с нами побеседовать на условиях анонимности. Большинство людей, решивших прервать беременность, так или иначе своего добьются. Я слышала о том, как женщины возвращались на Мальту, еще не отойдя от седативных препаратов с кровотечениями. Мне кажется, начать дискуссию на тему абортов можно было бы с ситуацией, когда женщины носят нежизнеспособный плод. Я лично видела на дистанции в несколько часов двоих детей, родившихся с несовместимыми с жизнью дефектами. Один малыш появился на свет без мозга, другой – с синдромом Эдвардса. Их матери наблюдали потом, как дети умирали в кювезах, как это перенести. И как им жить потом. Элианор Борг – психотерапевт. Она руководит программой, спонсируемой фондом «Дар жизни», поддерживая матерей, попавших в трудную ситуацию. А также тех, кто хотел бы избавиться от беременности. По ее словам, даже мысли об аборте травмируют женщину. На Мальте аборты вне закона. Люди боятся огласки и осуждения. Предположим, я лично прошла через подобный опыт. Но я побоюсь кому-нибудь об этом сказать. Я держу случившееся в секрете, мучаюсь, и моя рана не затягивается, а лишь кровоточит все больше. С годами эта ноша наносит огромную травму психики. Она очень усложняет жизни женщины. Все нужно делать в строжайшей тайне. Не дай бог вас застукают, осудят, накажут. Мы живем в тесном обществе. Страхи – это и есть настоящая травма. Само по себе решение прервать беременность очень болезненно для женщины. Нельзя усугублять ситуацию. Мне было 17, я была уязвима, престижена, испугана. Но в тот момент это было единственным возможным для меня решением. Я не жалею, что сделала аборт. В свое время я стояла на позиции их жизни прежде всего. Не могла представить, что однажды должна буду выбирать. Но это случилось. Я не преступница, я заботливая мать. И пошла на этот шаг во многом из-за любви к детям. Пока две главные политические партии Мальты исключают возможность даже малейшего послабления в законодательстве. Они опираются на поддержку 60% населения. Об этом свидетельствуют опросы. Раньше, утверждают эксперты, противников абортов было намного больше. Мы видим, как со временем меняются позиции некоторых групп в обществе. Сегодня против абортов выступают 60% населения. Раньше противников было значительно больше. И правящая партия, и оппозиция стоят на своем. Чтобы хоть как-то что-то сдвинуть с мертвой точки, нужна общественная дискуссия. Группы, которые желают перемен, должны эти перемены продвигать. При правящих на Мальте лейбористах были приняты законы, позволяющие гражданские браки между гомосексуалистами, смену пола без дополнительных условий. При этом тема прерывания беременности остается неприкасаемой. Отчасти из-за сильных католических настроений в обществе. Но не только. Социологи, к которым мы обратились за комментариями, от интервью отказались. Мы нашли эксперта в городе Забар, покровительницей которого является Дева Мария. Здесь живет и работает молодая исследовательница Андрея Диббен. По ее словам, культ материнства на Мальте связан не только с религиозностью граждан, но и с попыткой сохранить собственное «я», национальную идентичность перед лицом более мощных и влиятельных соседей. Мальта – крошечное государство. Здесь социальный контроль, стигматизация – гораздо более действенный механизм, чем в большем обществе. Мальта в течение 7 тысяч лет оставалась в колонии. У нас сохранился страх вторжения извне. Причем не только физического вторжения. Мы боимся чуждых влияний, боимся, что они исказят наш образ жизни, нашу философию, национальную идентичность. Мы не хотим такого влияния со стороны более либеральных соседей. Нежелательная беременность – это часто проблема неграмотной контрацепции. На Мальте все чаще говорят о необходимости разрешить к продаже препараты экстренной контрацепции – высокодозные гормональные таблетки следующего дня. Эти женщины надеются увлечь за собой сторонников. Нам пора начать говорить об этих препаратах, а еще о репродуктивных правах женщин. Нужно, чтобы как можно больше женщин говорили на эту тему без широкого обсуждения. Перемен не будет. Давайте начнем обсуждать, как нам получить свободу выбора. Пока выбор у местных женщин невелик. Вместо таблетки следующего дня, грамотно дозированные, они нередко принимают большую дозу обычных противозачаточных средств, провоцируя осложнения. Мы надеемся, что об этом тоже будут говорить открыто. Возможно, мы вступаем в эпоху перемен. Ради Мальты и ее будущего. Ради наших женщин.